Здравствуйте! Перед началом массажа наносим на руки небольшое количество масла. Я нанесла оливковое масло. Ноги немножко можно распарить и одеть в теплые носочки. Дальше делаю попеременно. Снимаю, конечно же, носки. И с самого начала разогреваю обе ноги, обе ступни обыкновенным таким поглаживанием. Не удивляйтесь, ножки мои с этими шишками, которые я размассажировала и которые уже давно не болят, но они присутствуют. Вот. Растираю две ступни, так повыше аж сюда к колену. Они тепленькие после теплой ванны. Растираю. Интенсивно поглаживаю. И дальше сейчас приступим к массажу каждой ступни отдельно. Массаж начинаю с пальцев ноги. Хорошо растираю их. И сейчас буду массажировать каждый палец в отдельности. Четырьмя пальцами. Два пальца внизу и два вверху. И такими спиралевидными движениями Растираю хорошо эту шишку. Растираю хорошо палец. Ногтевую часть. У многих уже в возрасте после 60 ногти утолщаются из-за того, что плохое кровообращение. Поэтому уделяем внимание хорошо этой части сверху. Дальше массажирую. Поворачиваю ногу. И массажирую. Палец сбоку. Хорошо притавливаю. Потому что здесь еще и зона позвоночника. Если у кого-то болит спина, то нужно массажировать. Потому что это вверху, это отдел верхней части. Это как голова. Дальше средняя часть. И здесь уже позвоночник. Внизу поясничная часть. Поэтому это все хорошо растираем. И так и с оттягощением немножко вытягиваем. Поворачиваю этот палец со стороны подошвы. И тоже хорошо его растираю. Немножко вот так прокручиваю. Для того, чтобы это было хорошее такое движение. И этот палец ощутил это движение, этот массаж. Не наносим очень большое количество масла. Для того, чтобы была какая-то вот сцепка пальца. Пальца с топой, с ногой. И так хорошенько растираю эту часть. И вот так огибает палец большой со стороны подошвы. Здесь как раз зона щитовидной железы. Вот она. Это зона. Вот так. Поэтому вот эта часть очень важна. Для такого хорошего массажа. Это мы массажируем только первую фалангу. Фалангу большого пальца. Дальше разминаем вот эту вот часть боковую. Там где эта шишка. Хорошо вот так разминаем. Вот ее поворачиваем. Конечно, если у вас припухлое, болезненное состояние. Вы так сразу не сделаете. Это у меня после длительного такого массажа. Этой части ноги. Этого пальца. Этого такого места, которое образуется. Даже не знаю от чего. Я вроде бы и тесную обувь не носила. На каблуках сильно не носила. Но тем не менее, у меня такая шишка с годами выросла. Но единственное, что я сумела себе сделать, это то, что эта часть у меня не болит. Вот я его хорошо массажирую. Вы же можете пока посмотреть. Посмотреть. И постепенно начать. Вот это потихоньку можно растирать медленно. Пробовать вот это вот так пощипывать. Брать себя за кожу в этой части. Вот так. Это сразу не получается, конечно. Ну и смотрите, что противопоказанием может быть то, что вы... Могут быть какие-то ссадины на ноге. Может быть варикозное расширение вен. Но у меня как раз на этой ноге и есть варикозное расширение вен. Мое дело вас предупредить. Но я считаю, что массаж стопы... Для массажа стопы варикозное расширение вен не мешает. Вот так вот. Видите, я с отягощением все это разминаю, растираю. Оно немножко подхрусткивает. Раньше хрустело еще больше. Шишка не уменьшилась, но припухлость все-таки ушла. Дальше хорошо растираю между пальцами. Так иду аж до... Аж вверху к холеностопному суставу. После каждого массажа пальца желательно хорошенько вот так растереть ножку и сделать хорошим кровообращение. Улучшить аж до колена. А можно аж до тазобедренного сустава погладить. Вот так. Дальше приступаем к массажу второго пальца. И так же медленно, не спеша массажируем его четырьмя пальцами. Сверху двумя идем. И внизу два пальца. Каждый палец отвечает за какую-то часть организма. Вот эти вот два пальца, они отвечают за ноги. Вот эти два за ноги. Мизинец и вот эти два за руки. Вместе с тем это как туловище, голова, туловище и ноги. Каждый палец в отдельности. Поэтому очень важно держать пальчики не в болезненном состоянии. Смотреть, чтобы ногти не утолщались, не деформировались. Выравнивать их вот так, придавливая чуть-чуть. И сюда, кверху, к голенистопному суставу проходить глубоко, надавливая. Массажируем следующий палец. Вы можете тоже не только смотреть, а и делать такой массаж вместе со мной. Самомассаж. Это лучшее, что можно придумать для себя. Потому что это, во-первых, вы ощущаете, где болезненные места. Там вы можете остановиться. Немножко придавить, растереть. Вот так можно придавить двумя пальцами. Это сильный, хороший, глубокий массаж. Это не просто поглаживание косметическое. А это такое с отягощением, медленно. Чем сильнее вы придавливаете, тем медленнее должны делать эти движения. Мы очень редко обращаем внимание на свои ноги. Не больше заботимся о красоте рук. Но ноги это 38-45 сантиметров длина. Кого даже 35. И эта часть тела, часть организма, она, мало того, что она энергетически отвечает за все органы и системы в организме. Ко всему, она еще держит 60, то есть 120 килограмм веса человека. Поэтому этой части нашего тела, стопе нужно уделять такое же внимание, как и почистить зубы, сделать макияж, просто покушать для того, чтобы быть не голодным. Так, растираем точно так же боковые части. Я не сильно вам показываю, что нужно погладить легонько, растереть интенсивно, круговыми движениями или же спиралевидными. Я вам сразу показываю массаж, такой глубокий с отягощением, который будет массажировать не только сверху кожу, но и более глубокие слои. Задействует движение лимфы, кровь. Массажируем вот это эхилесовое сухожилье хорошо. Здесь не должно быть вот эта косточка, она не должна быть отекшая, она должна хорошо выделяться на общем фоне ноги, если можно так сказать. Здесь должно быть углубление. Если вы чувствуете вот здесь, вот такое, как застывшая вроде бы лимфа, вот, отложения какие-то, здесь нужно, вот у меня чувствуется вот эта вот часть, и раньше было еще больше, вот это вот сильно может быть болезненно и у вас. Вот у меня это чувствуется. Массажируем пятку, хорошо растираем ее, и немножко массажируем сюда ногу, коленки. Все, все движения идут сверху, снизу вверх, по лимфе вверх. Так, растираем эту часть, пятки, внутреннюю, точно так же двумя пальцами, делаем такие круговые спиралевидные такие вот движения, можно двумя пальцами попеременно. Там, где у вас болезненные места, делайте это не сильным таким надавливанием, более легко. Потом, потом со временем только вы сможете более глубоко проникать в это место и вот здесь вот растирать, для того, чтобы и здесь было вот такое углубление. Делаем такую, как говорили в детстве, крапивку. Хорошо, 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 растираем, 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 растираем. Точно так же можно растереть и вот так ногу. Вот поэтому она не должна быть сильно намаслена, она не должна, не должно это все скользить, это должно как бы перепротягивать вот так кожу немножко, смещать ее. Потому что вот эта тыльная сторона, тыльная сторона ноги, она очень болезненная. Не только потому, что у меня такие ноги, скажем, не... Короче, вы поняли. Вот. А из-за того, что оно здесь годами, если его никто не делал, хороший массаж... А еще раз напоминаю, никто, кроме вас, хороший массаж вам не сделает. Вместе с массажем одновременно вы укрепляете свои руки. Вот. Потому как многие, когда я рекомендовала такие массажи, у меня нет сил в руках. Вот. И разрабатывайте, убивайте, так сказать, двух зайцев. Делайте массаж ног, массаж пальцев, массаж подошвы. Вот. Так, хорошенько придавливаем пятку. Вот здесь. Вот так хорошо. Как, насколько вы можете достать. Здесь тоже точки и желудок, и кишечник. По центру это три точки. Три точки. Почки. И неважно, что вы там... Неважно, что вы не знаете, где какая точка находится. Это абсолютно не имеет никакого значения. Вы можете, конечно, и посмотреть, где какие точки. Важно то, чтобы вы, массажируя и чувствуя где-то боль, вы постепенно, постепенно улучшаете кровообращение, улучшаете энергопоток и улучшаете общее состояние организма. Так можно сделать массаж себе всего тела. Сегодня одну ножку и другую, завтра ручки, послезавтра животик. И так, постепенно, вы можете как-то улучшать здоровье всего организма. Можно вот так, вот, ребрами пальцев. После каждого такого приема, немножко болезненного, да, мы можем погладить. Сделать такие поглаживающие движения. Я для себя делаю точечный массаж. Но это только уже после того, как вы, если у вас болят ноги, если у вас такие же ноги, уже не молодые, как у меня, и у вас есть, чувствуется, болезненные места, вы начнете постепенно, потом уже делать более глубокий массаж. Я вот чувствую, где у меня какие-то неровности, какие-то вот шишечки, вот они чувствуются. Это все надо, конечно же, убирать, разминать. И никто, никто вам этого не сделает, если вы сами себе этого не сделаете. И чем раньше, и чем раньше, тем лучше. Я когда работала массажистом, люди очень любят массаж стоп. Очень любят. Здесь находятся все зоны, в том числе и эрогенные зоны. Поэтому, как важно массажировать ножки муж-жене, жена-мужу. Это очень приятное и вместе с тем очень полезное мероприятие, если можно так сказать. Вот тут вы хорошо. Когда размассажируете себе хорошо вот тыльную сторону, подошву, пальчики сами по себе начинают. И пальцы же, конечно, они становятся, они распрямляются, они не сгибаются. Ногтики ровненькие. Ну, шишка. Ну что? Шишка есть шишка. Она, конечно, не уменьшается намного, но она хотя бы не беспокоит. Хорошо походить на чем-то таком колючем. Или это аппликатор Кузнецова, или как у меня Прономат. Хорошенько еще после массажа двух стоп разминаете ножки еще таким маленьким глоукалыванием, если можно так сказать. Хорошей зарядкой для ног может быть, что вы какие-то мелкие предметы собираете при помощи стопы, при помощи пальцев. Разбрасываете какие-то предметы и собираете их. Все, на этом мое видео о массаже моих стоп заканчиваем. Будьте здоровы, делайте такой массаж, пишите комментарии, понравилось ли вам это видео, полезно ли оно вам оказалось. И до следующих моих упражнений и рецептов. Будьте здоровы!